Надежда обязательно сбывается. Пришла и пора огорчений. Начались они как раз там, где, казалось, были большие шансы на успех. Например, в метании молотая. Выступает советский спортсмен Анатолий Самоцветов. Хороший результат, но не лучший для Самоцветова. Американец Конноли волнуется. В кругу для метания его главный соперник Михаил Кривоносов. 63 метра 3 сантиметра. Теперь очередь Гарольда Конноли. Мощный бросок, только бы не выйти из круга. На 16 сантиметров дальше Кривоносова. Так было нами потеряно, казалось бы, верное первое место. В беге на 3000 метров с препятствиями большие шансы на победу были у советского спортсмена, недавнего рекордсмена мира Семена Ржищина. Он в темной майке. Ржищин и возглавил в начале бега. Но, правильно говоря, на Олимпийских играх не бывает слабых противников. Ржищин не выдерживает им же самим предложенного высокого темпа. Его обходят. Сейчас он бежит уже третьим, но впереди еще много кругов, и чем ближе к финишу, тем дальше уходит от Ржищина победа. Неожиданно для многих вперед вырывается английский спортсмен Кристофер Брэшер. Англичанин сохраняет преимущество до конца дистанции. Он заканчивает бег с новым олимпийским рекордом. Правда, за чертой финиша победитель выглядел неважно, но дело было сделано. Золотая медаль выиграна. Что ж, Брэшер выложил все свои силы до предела, чтобы добиться победы. Выразительный пример выдержки и воли. Такую же выдержку и волю к победе проявил и новозеландец Норман Рид в ходьбе на 50 километров. Между прочим, Рид не был включен в спортивную делегацию своей родины. Однако он не пал духом, приехал за свой счет в Мельбурн, и, как видите, сейчас бодро лидирует. За ним идут советский спортсмен Маскинсков и другие участники состязания. Пройти в жару 50 километров и не освежиться холодной водой на это способны лишь немногие. Но к этим немногим принадлежит как раз и Рид. Некогда, некогда. Маскинскову так и не удается нагнать прыткого новозеландца. Норман Рид, этот вольноопределяющий сахадок, как его тут же прозвали, первым приходит на Олимпийский стадион. Это победа, и теперь Рида, конечно, примут в команду Новой Зеландии. Все-таки домой поеду за казенный счет. Таковы были первые слова Рида после финиша. Евгений Маскинсков заканчивает дистанцию вторым. Так, можно сказать, ушла в Новую Зеландию золотая медаль, на которую могли рассчитывать наши спортсмены. В соревнованиях по тройному прыжку советский легкоатлет, рекордсмен Европы Леонид Щербаков, показал результат 15 метров 80 сантиметров. Московский студент Витольд Крейер прыгнул удачнее 16 метров 2 сантиметра. Однако и этот результат оказался на Олимпиаде лишь третьим. Второе место занял легкоатлет из Исландии Вильямур Эйнарсон. Как и на прошлых Олимпийских играх, чемпионом стал мировой рекордсмен, бразилец Адемар Феррера-да-Сильва. Бронзовую медаль завоевал советский спортсмен Витольд Крейер. Начались прыжки в высоту для мужчин. 12 часов длились эти соревнования. Чем выше поднималась планка, тем все меньше оставалось спортсменов, боровшихся за победу. И вот, наконец, их осталось только трое. Это замечательный американский легкоатлет, негр Чарльз Дьюмас, представитель спортсменов Австралии Чарльз Портер и рекордсмен Советского Союза Игорь Кашкаров. Студент Московского энергетического института Кашкаров берет высоту 2 метра 8 сантиметров. Планка поднимается еще на 2 сантиметра. Прыгает Кашкаров. Неудачно. Не может взять с первой попытки эту высоту и Чарльз Дьюмас. И вот прыгает Портер. Планка сбита. Вторая попытка. Смотрите, Кашкаров уже перешел планку. Остановись мгновение, но в последний момент он задел планку рукой. Обидно. Прыгает Дьюмас. Высота взята. В последней попытке берет высоту 2.10 и Портер. Это рекорд Австралии. Но борьба завершилась на высоте 2.12. Ее взял лишь один Дьюмас. Он чемпион Олимпиады. Внимание. Дан старт финального забега на 200 метров для женщин. В нем участвуют спортсменки Австралии, Англии и Германии. Победительницы предварительных забегов. На финишной прямой вперед вырывается австралийская спортсменка Бетти Кадбер. Вот она. Смотрите ее. Блестящий финиш. Кадбер завоевала две золотые медали в беге на 100 и 200 метров. Движения спринтеров настолько стремительны, что бег на 100 метров для мужчин мы показываем замедленно. Снятым особым способом. Только так можно хорошо рассмотреть огромные напряжения, которые требуются для бега на короткие дистанции. Выкладывая все свои силы, на последних метрах выходит вперед американец Роберт Морроу. Морроу, олимпийский чемпион. Замечательный американский спортсмен завоевал право участвовать и в финальном беге на 200 метров. Вы узнаете его? Вот он бежит по четвертой от нас дорожке. И так же, как в беге на 100 метров, никто не смог противоборствовать все нарастающему пружинистому порыву американского спринтера. Он вновь впереди. Роберт Морроу завоевал вторую золотую медаль. Все о новых и новых чемпионах Олимпийских игр извещали газеты. Но после победы Куца за эти дни пока еще ни одному советскому легкоатлету не удалось стать обладателем золотой медали. Были серебряные и бронзовые, но золотой больше не было. В таблице неофициального подсчета очков американцы ушли далеко вперед.